У многих сложился стереотип, что Африка это только нищета, голод, первобытные племена и войны. Так и есть, мы это не отрицаем. Но так выглядит далеко не вся Африка. Именно в этом ролике мы сравним 10 лучших стран Африки и 10 стран СНГ. Выясним, кто на самом деле живет в нищете и определим, насколько мы впереди или наоборот. Отстаем от Африки. Результат вас, несомненно, удивит. Поэтому обязательно посмотрите ролик до конца. Хоть и Украина уже формально не является частью СНГ, мы все же ее добавили для общей картины. Мы сравним 20 стран по 19 показателям, таким как зарплата, коррупция, уровень демократии, индекс человеческого развития и другие. Рейтинги появятся друг за другом. Тут показаны баллы, которые страны получат за каждый рейтинг. А вот здесь, места, которые страны занимают в мире. После каждого рейтинга появится красная таблица. В которой накапливаются баллы, которые страны наберут за каждый рейтинг. Правила простые. Чем больше баллов у страны, тем хуже уровень жизни. Чем меньше, тем лучше. Также мы определим лучших стран СНГ для проживания. Давайте проголосуем, какая страна будет на первом, а какая на последнем. Давайте начнем наше сравнение. А вы обязательно пишите в комментарии, за какую страну болите. Первый показатель – это индекс, показывающий развитие человека в странах и регионах мира. Рейтинг открывает Россия. 49 место в мире. За ней второе место занимает сразу две страны. Беларусь и Казахстан. Дальше по списку Армения и первая страна из Африки – Алжир. Средние позиции у Бацваны, Молдовы и Узбекистана. В целом, по этому индексу страны Африки занимают последние места. Какие места занимают страны по ежегодным доходам на каждого жителя? Для этого посмотрим на валовый внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности. Самая богатая страна среди двадцатки – Россия. 28 тысяч долларов на каждого россиянина. 50 место в мире. Самая богатая страна Африки – это Габон. 17 тысяч на каждого жителя. И 71 место в мире. Пятое место занимает Азербайджан. За ним африканские страны – Бацвана, Алжир, Южная Африка, Египет, Тунис, Ливия и Намибия. Они заняли средние позиции. Самые бедные страны – Киргизия и Таджикистан. Это индекс процветания стран, который учитывает такие показатели, как управление, здоровье, социальный капитал, уровень образования и другие. По его результатам – самая процветающая страна Армения, которая недавно пережила революцию. Занимает она 61 место в мире. На одну позицию ниже – Казахстан. За ними – Беларусь, Россия и Бацвана. Средние позиции занимает Намибия, Азербайджан и Тунис. Места ближе к концу рейтинга занимает африканские страны – Замбия, Египет и Ливия, где идет гражданская война. Пока что первое место занимают страны СНГ – Казахстан, Россия и Беларусь. Далее смотрим на рейтинг стран по качеству автомобильных дорог. Как нам показывает рейтинг – самые качественные дороги без пробок в Намибии. Азербайджан занимает 27 место в мире, что на мой взгляд очень даже неплохо. За ним – Египет, Марокко и ЮАР. 6 баллов Таджикистану, Беларусь на седьмом месте, золотая середина у Бацваны, Армении и Казахстана. Наиболее худшие автомобильные дороги у Молдовы, Ливии и Габона. Пятый рейтинг показывает, насколько эти страны безопасны. В рейтинге учитываются такие показатели, как количество убийств за один год, война и мир в стране и риск стихиных бедствий. Самая безопасная страна – Алжир, 53 место в мире. Второе и третье место тоже в африканских странах – Намибия и Марокко. После них – Узвекистан, Киргизия и Армения. Россия и Украина на 17 и 18 местах, как наиболее опасные страны в СНГ. И занимает они 139 и 145 места в мире. Египет на 19. А вот самая опасная страна – Ливия, 161 место в мире. О какой безопасности может идти речь, если в стране идет война? Пока что на первом месте Беларусь, 22 балла. За ним идет Казахстан и, к моему удивлению, Армения. А вот Россия спустилась на седьмую позицию. Шестой и не менее важный показатель – это по уровню демократии. Самая демократичная страна – Ботсвана, 29 место в мире. Первая четверка – это страны Африки. После них – Украина, Молдова и Армения, как самые демократичные страны СНГ. Россия и Казахстан – на 13 и 15 месте. Демократия и СНГ – это несопоставимые слова. Поэтому неудивительно, что именно страны СНГ занимают последние места по этому индексу. В список авторитарных стран можно добавить Азербайджан, Беларусь, Ливию, Узбекистан и Таджикистан. Давайте посмотрим на рейтинг по уровню восприятия коррупции, который показывает распространенность коррупции в государственном секторе и решение социальных и государственных проблем без взятки. Первые два места занимает Ботсвана и Намибия. И за ними Беларусь на 67-й строчке среди стран мира. Дальше по списку ЮАР, Тунис, Армения, Марокко и Алжир. Армения с каждым рейтингом меня удивляет все больше и больше. Во второй десятке в основном места занимают страны СНГ. Шестнадцатое место у Украины, семнадцатое – у России. Дальше Таджикистан, Узбекистан и страна, которая входит в десятку самых коррумпированных стран мира – Ливия. Программа развития организации объединенных наций публикует рейтинг стран по уровню образования. Он учитывает все достижения страны, начиная от качества и количества школ на каждого жителя, заканчивая лауреатами Нобелевской премии. Первая страна – Россия. Двадцатое место в мире после Бельгии. Первые девять мест занимает страны СНГ. Видимо, в Африке проблемы с образованием. Менее образованные жители живут в Марокко, Намибии и Замбии. С образованием разобрались. Далее сравним по эффективности системы здравоохранения. Рейтинг учитывает продолжительность жизни, затраты государственного здравоохранения и на стоимость и качество медицинских услуг. Первые три места занимает Узбекистан, Азербайджан и Армения. Африканская страна на четвертом, девятом и одиннадцатом. 114 место в мире и 15 место в нашем списке занимает Украина. Последнее место занимает африканские страны, а именно Замбия, Габон и Южная Африка. В этом списке представлена средняя зарплата за один месяц в американских долларах. Самые высокие зарплаты получают жители Южной Африки. В среднем 850 долларов. Выше 700 долларов получают россияне. На третьем месте Бацвана – 590 долларов. Примерно 550 долларов получают белорусы. Почти 500 долларов – казахстанцы. И 480 долларов – азербайджанцы. Меньше всего за свою работу получают в Намибии и странах Центральной Азии, Киргизии и Таджикистана. После 10 рейтингов первое место у Беларусь. Тройку лидеров закроет Армения и Казахстан. Последнее место у Ливии. В этом индексе показан рейтинг самых счастливых стран. Организация World Happiness Report проводит исследования, по которым самые счастливые жители живут в Финляндии. А вот среди стран СНГ и Африки первое место занимает Узбекистан. За ним Казахстан, Молдова, Таджикистан и Россия. Украинцы занимают 16-е и 123-е место в мире. За ними Тунис, Египет, Замбия и 20-е место Бацвана. На зарплату мы посмотрели. Теперь давайте посмотрим на рейтинг стран по стоимости жизни. Этот рейтинг показывает стоимость продуктов питания, аренда жилья и уровень цен в разных странах мира. Самая дешевая страна – Узбекистан. Цены в 4 раза меньше, чем в Норвегии. Также дешево жить в Киргизии, Тунисе и Казахстане. Более дорого обходится проживание в России, Южной Африке и Намибии. Но в целом в этих странах не очень дорого. Если сравнить со Швейцарией, то в России все очень даже дешево. И по дороговизне жизни Россия занимает всего лишь 82-е место в мире. А вот сравнивать зарплаты России со Швейцарией, я думаю, все-таки не стоит. Тринадцатый показатель – это рейтинг стран по свободе средств массовой информации. Исследование показывает, насколько правительство ограничивает права журналистов и не вмешивается в работу сотрудников СМИ. Также не притесняет информационные права своих граждан. Самые свободные СМИ, которые могут свободно выражать мнение, действуют в Намибии, Южной Африке и Батсуане. Армения за последние 3 года изменила свое место в мировом рейтинге почти на 40 позиций. Входят в группы частично свободных стран – Киргизия, Молдова и Украина. В остальных странах СМИ работают очень осторожно. И даже в некоторых из них нельзя сказать что-то плохое о правительстве. Тройка лидеров не поменялись, а вот за ними идут Алжир, Батсуана и Азербайджан. Украина на 15-м месте после африканской страны Габон. Легкость ведения бизнеса. Довольно значимый рейтинг для привлечения инвесторов в стране и для тех, кто хочет открыть свой бизнес. Наиболее благоприятная среда для открытия бизнеса в Казахстане, России и Азербайджане. Казахстан удивляет. В мире он находится за Канадой и Ирландией. Армения, Беларусь и Молдова продолжают наш список. Первая страна из Африки – Марокко. 53-е место в мире. Самые худшие страны для бизнеса – это Алжир, Габон и Ливия. Где лучше живется детям? Какие страны эффективнее всего защищают жизнь и улучшают условия для жизни детей? Рейтинг учитывает ряд показателей, так как детская смертность, процент голодающих детей, детский труд и подобные эти. Самый высокий балл – 34-е место в мире у Белоруссии. В тройку первых также попали Россия и Казахстан. Четвертое место у Украины – 932 балла. Первая страна из Африки – Тунис. 44-е место в мире. Последние позиции заняли Намибия, Замбия и Ливия. Это индекс влиятельности паспортов, который показывает количество открытых стран для посещения гражданами определенной страны. По сравнению с прошлым годом позиции немного поменялись. Самый влиятельный паспорт у Украины – 134 открытых стран для посещения. У Молдовы – 114 стран. На две страны меньше могут посетить граждане России. Самая открытая африканская страна – ЮАР. 97 стран. На пятом месте сразу три страны – Беларусь, Ботсвана и Казахстан. По 80 стран. Граждане – Алжиры, Египта и Ливии могут только позавидовать другим. Это индекс стран по гендерному равенству. Он показывает равноправие для получения одной и той же работы между мужским и женским полом и показывает, в какой стране больше всего притесняет права женщин. Наивысший балл, то есть меньше всего разделение полов в Южной Африке. За ней Намибия и Молдова. По 6 баллов получили Азербайджан, Беларусь, Замбия и Украина. Россия на 12 месте наравне с Марокко. По каким-то религиозным аспектам, последние места получили Алжир, Ливия и Египет. В этом рейтинге показаны цены за 1 литр бензина. Агентство Global Petrol Prices каждую неделю обновляет свои данные. Первые места у стран с наибольшими запасами нефти. Но все-таки самый дешевый бензин в Алжире – 35 центов. В Казахстане 1 литр можно купить за 43 цента. На 4 цента дороже продают в Азербайджане. Остальные страны не имеют значительных запасов нефти. Поэтому ее приходится импортировать, что естественно влияет на цену бензина. Последний показатель – это скорость и стоимость интернета. В этом рейтинге мы соединили два показателя и дали самый низкий балл тем странам, где интернет и быстрый, и дешевый. В России интернет очень быстрый, но по цене занимает она четвертое место среди 20 стран. Поэтому ей отдаем 2 балла. 4 балла получила Украина – 51 цент за 1 гигабайт со скоростью 7 мегабилит в секунду. По 5 баллов отдали Казахстану и Беларуси. Самый дорогой интернет в Барсване. Это был последний показатель. Давайте посмотрим на общие результаты. Самая лучшая страна, которая набрала наименьшее количество баллов – Казахстан. 123 балла. Второе место занимает Беларусь. На 1 балл больше Казахстана, получая 124 балла. Третье место разделили между собой Армения и Россия по 146 баллов. Сразу за ними идут Азербайджан и Молдова. И вот лучшая африканская страна – Тунис. За ним идет ЮАР – 181 балл. Девятое место заняли две страны – Ботсвана и Алжир, получая по 190 баллов. Потом идет Украина, Киргизия, Намибия и Узбекистан. Марокко на 15 месте. За ним Таджикистан. Последние места занимают африканские страны – Египет, Замбия и Габон. И вот самая худшая страна для жизни среди 20 стран – Ливия. Все рейтинги вы сами посмотрели. Заодно вы поняли, что изменилось в странах СНГ за последние годы. Меня лично удивили Армения, Казахстан и Тунис. А вы с результатами согласны или нет? Обязательно пишите свое мнение в комментарии. Если вам понравился ролик, то оцените мой труд комментариями и подпиской. Обязательно напишите, из какой вы страны и за какую вы болели. Надеюсь, вы мотивируете меня и в ответ я буду создавать и творить еще больше. Удачи вам и до скорой встречи. Пока.